Луина у всех на слуху Сама Луина, несмотря на первоначальное смущение, быстро адаптировалась и вошла во вкус происходящего. Помогал ей в этом гуру-фотограф Вага. Конечно, для меня это новое, сложно немного, и смущаешься, стесняешься, но ко всему нужно относиться. Мы творческие люди, это творчество, в любом случае это красиво, это искусство по-своему. И нужно это воспринимать не пошло, не грязно как-то, а нужно воспринимать именно так, как оно есть. В том и вопрос Луина, что люди воспримут сие искусство, как Луина разделась для пиара и привлечения внимания. Это будет обсуждать народ и будут говорить, ой, там, ребята, вот вчера, да, вот выложила картинку, ну, ванной пара, да, там, в самом деле мне понравились татуировки. Пишут уже комментарии в Твиттере, вот ты бессовестная. Однако главной причиной собрания творческой команды были съемки очередного клипа певицы на казахском языке. С композицией Ниги Жаным Луина поедет представлять Казахстан на международный конкурс Creamy Music Fest. И посему снималось данное видеотворение в режиме нон-стоп. Вошли в него сцены в ванной комнате и в спальне. Мы показываем один день из жизни Луины, в принципе, да, то есть сам клип будет основан непосредственно именно на сюжете вот одного дня жизни. То есть она проснулась, она там собирается, одевается. Выяснилось и почему в качестве локации не были выбраны апартаменты самой певицы. Дело в том, что личные и жилищные условия Луины не совсем подходят для съемок клипа. Тесновато. Иными трудностями стал недостаток пара в ванной комнате и макияж, который сковывал движение. А так вот, когда такой макияж, мне прямо такое ощущение, что сейчас рожа лопнет. Треснет! Надеемся, что ничего там у Луины не лопнет и видео получится весьма достойным.